В нашем городе проживает 19 тысяч пенсионеров, это треть населения города. Открывая работу форума, директор информационно-кадрового центра Татьяна Лихачева отметила, что люди пожилого возраста это самые активные избиратели, добросовестные налогоплательщики, потребители услуг, активные участники рынка. Но в то же время у этой категории людей есть волнующие их проблемы. Проблемы у пенсионеров общие. Недостаточная пенсия, плохое здоровье, невостребованность и невнимание в обществе, одиночество, неорганизованный дослуг и, как результат, низкое качество жизни. На уровне муниципалитета мы разрабатываем свою стратегию действия с целью повышения качества жизни пожилых людей. На форум были приглашены представители муниципальных учреждений культуры, социальной защиты населения. Они ознакомили присутствующих с реализацией в нашем городе проектов и программ, предназначенных для лиц пожилого возраста. Так, в этом году город Кумертал вошел в программу «Город, где старость в радость». Реализуются программы социального туризма «Народный университет». Что касается последнего, за два года различные курсы обучения прошли 637 человек. Когда мы в программе «Республиканский народный университет третьего возраста» на 2011-2013 годы увидели темы обучения, направления обучения, мы сразу же определились, что мы будем пытаться обучать граждан пожилого возраста по всем четырем направлениям. Начальник отдела труда и социальной защиты Надежда Игнатова выразила надежду на то, что пожилые люди и в будущем будут активно участвовать в программе Народного университета. Круг старших планируется организовывать с тематическими. Они будут проводиться с привлечением представителей органов местного самоуправления, социальной сферы и промышленности. На этих встречах люди пожилого возраста могут общаться, получать ответы на те или иные интересующие их вопросы. Айгуль Мухаммеджин и Ильина Урганеев. Новости.